В судейскую бригаду входят представители 9 стран Международной Федерации Карате. Международной Федерации Карате. Международной Федерации Карате. Международной Федерации Карате. Первая пара четвертьфинальных боев весовой категории до 70 кг у мужчин. Марсель Муракаев, Россия. Тревор Уикс, Великобритания. Напомню, что Марсель предыдущий бой закончил эффектным нокаутом. Тревор Уикс в 1-8 финала также закончил бой чистой победой. Судя по всему, Марселя Муракаева ждет нелегкий поединок. Уикс теснит Марселя к краю татами. Муракаев ведет позиционную борьбу, пока не пропускает ударов. Делает эффективные блоки и подставки от удары. Тревора обмен ударами. Марсель уходит из линии атаки. Марсель пытается контратаковать ногами в средний уровень. Но основное и первое добавочное время заканчиваются в ничью. Технически оцениваемых действий не было. А взвешивание показало, что разница в весе спортсменов не в пользу Тревора Уикса. И в полуфинал выходит россиянин Марсель Муракаев. Следующая пара участников весовой категории до 70 кг. Акбалат Апаев номер 7, Россия и Абдул-Керим Оздемир, Голландия номер 76. Апаев внимательно изучает противника. Он сосредоточен, рационален, не делает лишних движений, не дает атаковать Оздемиру. Постоянно держит его на выгодной для себя дистанции. Проводит сильный удар на вашей гели в средний уровень. И взрывается атакой. Видимо, у Оздемира пробито левое бедро. И Апаев, видя это, атакует в левую ногу. Абдул-Керима Оздемира. И пошел сам. 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 Хорош. Нагоняйте ты. Хорошо. Под градом ударов Акбалата Апаева Аздемир вынужден выйти за площадку. Мощно атакует ногами в средний уровень Акбалат Апаев. Акбалат буквально ломает оборонного Оздемира. И... Время поединка закончилось. А суди единодушны в своем решении. Победа отдана Акбалату Апаеву. Россия. Очень интересный бой. Марк Митчелл на татаме из Великобритании, номер 97-й. И Илья Волков из Украины. 85-й номер. Волков блестящим ударом у Ширы Маваши Герри Йодан в предыдущем бою отправил своего противника в нокаут. Молодость и опыт встречаются в этом бою. Желание победить понятно и объяснимо. Но что же все-таки победит? Молодость Волкова или опыт Митчелла? Волков чуть ниже ростом и заметно легче Марка Митчелла. Но он хорошо двигается на площадке, следит за дистанцией и не дает спортсмену из Великобритании наносить серьезных ударов. Хотя сам достаточно эффективно контратакует. Сейчас Илья нанес удар в корпус и... Пытался провести свой коронный удар Тобиу Ширы Маваши Герри. Но Митчелл внимателен и удар не достигает цели. Четыре минуты боя прошли без оценок. Бойцы идут на взвешивание. Волков легче своего соперника и он выходит в полуфинал. Олег Флорин, Россия девятый номер и Хурел Баатар, Эрдембилек, Монголия, восемьдесят шестой номер. Напомним, что Флорин предыдущий бой выиграл с оценкой в Азаре, а Эрдембилек по решению судей. Начинается борьба за призовые места. Победители этих поединков выходят в полуфинал. Бойцы осторожно продуманно начинают бой. Атаки готовятся тщательно. Олег Флорин проводит серию ударов руками и ногами. Монгольский спортсмен вынужден отступить. Первым номером работает Флорин. Явно активнее выглядит Олег. Его удары более точны и результативны. Давай, давай, давай. Закончилась двухминутка. Оценок нет. Ничья. Две дополнительные минуты даются спортсменам. Олег продолжает атаковать так же энергично, как и в течение первого времени. Эрдембилек пытается отходить, отвечая единичными контратакующими ударами. Флорин занимает центр площадки. Наносит удары коленями. Короткое судейское совещание. Спортсмены вновь сходятся в центре татами. Флорин не прекращает атаку. Решение судей. Олег Флорин должен стать участником полуфинала. Вот результат этого поединка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четвертьфинальные поединки у женщин в весовой категории до 60 килограмм. Первая пара участниц. Мария Дакоста, Великобритания, 120 номер. И Санар Феннер, Германия, номер 109. Очень напряженный бой. Более позиционную манеру ведения поединка демонстрирует Мария Дакоста. Феннер контратакует руками. Девушки изучают друг друга, подбираются, готовят атаку. Дакоста попадает на встречный удар ногой, падает, но это только толчок. Оценки нет. Она тут же встает и продолжает поединок. Феннер допускает ошибку. Она бьет рукой сверху вниз в грудь своей сопернице и скользом задевает лицо Марии Дакоста. Победила в этом бою Мария Дакоста. На татаме Зухра Курбанова России. Соня Кюрер, Швейцария. Курбанова ударом у Широма Ваши Гери попадает Соня Кюрер в верхнюю часть спины и сбивает ее с ног. Но оценки нет, потому что швейцарская спортсменка быстро встает и продолжает поединок. Курбанова внимательно следит за своей соперницей и наносит ряд ударов руками в корпус. Где девушки, там яркие эмоции. Очень переживает Зухра, что не смогла показать результативную технику, которая могла бы быть оценена судьями взвешивания. Вес спортсменок примерно одинаков. Бой продолжается. Курбанова проявляет колоссальную волю к победе. Напористо продолжает атаковать спортсменку из Швейцарии. Несмотря ни на что, вперед-вперед, только вперед. Время боя закончилось. В атаке закончила Зухра третью двухминутку. Решение судей. Ждем решения судей. Судьи единодушны. Победа присуждена россиянке Зухре Курбановой. Третья четвертьфинальная пара весит до 60 килограмм. Наталья Богданова, Россия 11, номер И, Гитта Кондороси, Великобритании, 121 номер. Напомню, что Богданова демонстрировала хорошую технику ударов ногами в предыдущих боях. Кондороси более опытная и разносторонняя спортсменка. Она рассматривалась как одна из претенденток на призовое место на чемпионате мира. Напряженный бой, взаимные атаки, но оценок пока нет. Идет обмен ударами. А время закончилось. Взвешивание не определяет победительницу, так как вес спортсменок примерно одинаков. И бой продолжается. Гитта Кондороси заметно теснит Наталью Богданову к краю татами. Постоянно атакует. Небольшое количество ударов пропускает при этом сама. Результат поединка. Победа за Гиттой Кондороси. На татаме россиянка Анастасия Токтаулова, 12 номер. И спортсменка из Монголии Нанзад Бембамаа, 116 номер. Спортсменки даже внешне очень похожи. Обе с короткой стрижкой. Агрессивно начинает поединок Анастасия, но при этом допускает ряд технических ошибок. А рефери делает ей замечания за захваты, которые запрещены правилами. И поединок продолжается. При нанесении удара коленом в голову Токтаулова слишком долго удерживает рукой свою соперницу. Судьи собираются на совещание. И за неоднократное нарушение правил ведения поединка Токтаулова дисквалифицируется. Нанзад Бембамаа выходит в следующий круг соревнований. Токтаулова дисквалифицируется за нарушение правил ведения поединка Токтаулова. И на импу называются бойцы легкого жанра Николин Муданов и Вадим Косаченко. Третий Александр Буйнов. Пацаны отчаянные черти. Терзостью и силой юноты. Бейтесь, но только не достигли. А потом и экспансаты. Пуц! Олимпо! Больно! Олимпо! Олимпо! Больно! Олимпо! 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 Ну а болезнь сегодня здесь, а завтра нет. Ну а болезнь умер и болезнь сегодня здесь, а завтра нет. Олимпо! В первом четвертьфинальном бою среди мужчин весят до 80 килограмм встречается 33 номер Андриас Шпрехер, Швейцария, и 58-й номер «Кристиан Сил» Великобритании. Чем ближе к финалу, тем ровнее проходят бои. Встречаются бойцы примерно одного уровня подготовки. Первое время закончилось в ничью. И рефер из Австралии, который судит этот поединок, назначает дополнительное время. В течение дополнительного времени спортсмены внимательно очень ведут поединок. «Кристиан Сил» отдает предпочтение движению по татаме и контратакует. На татаме номер три вызывается Афаев, Россия, Озбемир, Голландия. Приготовится Митчелл, Великобритания, Волгарина. Однако Андреас Шпрехер активней проводит концовку поединка. Его удары более точны и результативны. И победу в четверофинальном бою одержал Андреас Шпрехер. Айван Лонд, Голландия, 39-й номер. И Андрей Белоконь, Россия, 6-й номер. Лонд избирает несколько игривую манеру ведения боя. Он пытается раздергать своего соперника. Однако Андрей Белоконь очень внимательно собран и четко контролирует все движения Айвана Лонда. Голландец нарушает правила и наносит удар рукой в голову. Получает замечание. Поединок продолжается. Белоконь выполняет технику. Ушир на вашей гири, который достигает цели. Но удар недостаточно концентрированный и не оценивается судьями. Лонд навстречу бьет удар ногой Майи Гири. Останавливает Андрея Белоконя. Но вновь наносит удар рукой в голову. Удар прямой и очень сильный. Это уже грубое нарушение правил. Судьи собрались для принятия решения. А Андрей Белоконь нуждается в помощи врача. Результат поединка. Дисквалификация Айвана Лонда. А Андрей Белоконь должен выйти в следующий круг соревнований. Но в дальнейшем, к сожалению, он был снят врачом соревнований из-за полученной травмы. И не смог продолжить борьбу за медаль. На татаме встречаются Андрей Пашук. Россия 5 номер. И Тимми Уорден Великобритания. 57 номер. Андрей крупнее и мощнее своего оппонента. Он выбирает атакующую манеру. Работает первым номером. Наносит большое количество ударов руками и ногами. Практически все его удары достигают цели. Но, к сожалению, нет оцениваемого результата. Видно, что у Уордена задача выстоять 4 минуты и дойти до взвешивания. Тогда у него появляется шанс выйти в полуфинал. Тимми прекрасно держит удары, потому что удары Андрея Пашука выдержит далеко не каждый спортсмен. Андрею необходимо получить оценку, так как взвешивание, скорее всего, будет не в его пользу. Уорден уходит, но Пашук постоянно достает его на средней дистанции руками и ногами. Уорден измотан этим боем. Он очень устал. Вот именно в такие моменты и проявляется воля к победе. Бойцовский дух спортсмена. Кульбит выполнил Морден. Зрители, поддержите бойцов. Они очень устали, им тяжело. И только ваша энергетика может их поддержать. Решение судей на татаме номер 3. Тадуев, Россия, Забнин, Россия, Тручков, Латвия. Сейчас мы будем знать, кто же выйдет в полуфинал в среднем месте. Четыре минуты боя позади. Бойцы идут на взвешивание. Увы, но результаты взвешивания не в пользу Андрея Пашука. И он, к сожалению, выбывает из борьбы за медали на чемпионате мира. Бойцы идут на взвешивание. Следующая пара участников, очень опытных спортсменов. Это Кен Фитцпатрик, 43-й номер, Ирландия. И Петр Желеговский, 55-й номер, из Польши. Кен выше ростом. Петр справа на экране от нас. Спортивная карьера этих бойцов продолжительная. Они зарекомендовали себя уже не на одном турнире. Кен Фитцпатрик случайно наносит удар рукой в голову. Получает предупреждение. Позади у спортсменов уже и национальные чемпионаты, и чемпионат Европы 95-го года. И вот сегодня чемпионат мира. Очень напряженный бой зрителей. Зрители. За четыре минуты боя оценок давно не было. Взвешивание победителя не определило. Поэтому дано второе дополнительное время. Такие поединки сложно судить, потому что бой равный. Но по окончании шестиминутного поединка большинство судей отдают предпочтение и свои голоса ирландскому бойцу Кену Фитцпатрику. Считает голоса и большинством голосов победа он на нахеду Фитцпатрику. Кену Фитцпатрику. Опять не убиво. Опять не убиво. Опять не убиво. Опять не убиво. Опа. Так развились детские сердца. Так и жил сама маниборца. Так и жил сама маниборца. Так и мы подели детские конца. Четверть финала у женщин. Весовая категория свыше 60 килограмм. 130 номер Маник Бейсплея Канада и 15 номер наша Татьяна Грязнова. Вес девушек превышает 60 килограмм. Видно, что спортсменки довольно крупные, поэтому и удары у них ощутимее. Таня Грязнова успешно выступала на российских соревнованиях. И здесь на чемпионате мира она тоже проводит хорошие поединки. Пока и этот поединок, эта схватка идет с ее преимуществом. Ее оппонентка Баклея, представительница Канады, неоднократно выступала на международных фурнирах в высокой категории свыше 80 килограмм. Бой не очень интенсивный, но и вес спортсменов. Серьезно, судьи предпочтения в этом бою отдали Татьяне Грязновой. Она стала участницей полуфинала чемпионата мира. Вес свыше 60 килограмм, вторая четвертьфинальная пара Мануэлла Ангсман, Швейцария, 131 номер и Хелена Петит, Великобритания, 136 номер. Обе спортсменки-обладательницы черных поясов, за плечами немалый соревновательный опыт и сейчас они встречаются на татами. Девушки изучают друг друга, приноравливаются, обмениваются ударами. Рефери на татами Андрей Бура, Россия, второй дам. Мануэлла, изучив тактику ведения боя, Хелена Петит начинает теснить ее. Заметно, что Ангсман несколько тяжелее, чем Петит. Поэтому понятно, что Мануэлла должна провести техническое действие, оцененное судьями до взвешивания. Тренер и спортсменок, естественно, переживают за своих воспитанниц, но оценок так и не было дано. А по результату взвешивания легче оказалась Хелена Петит. Она и вышла в полуфинал. Константин Белый, тренер женской сборной команды России, выводит на татами Валерию Чуракову, номер 14. Она справа на экране. Валерия встречается с монгольской спортсменкой Цянджав Хишик Хсайхан, 133 номер. Валера работает первым номером. Она постоянно атакует Цянджав. Чуракова ломает оборону соперницы и не дает ей вести свой бой. Явное преимущество на стороне Валерии Чураковой. Судьи единогласно решили, что в полуфинал выходит Валерия Чуракова из России. Филен Аппетит раздает своим зрителям, поклонникам, автографы. Последний бой в четвертьфинальных поединках в весовой категории свыше 60 килограмм. На татами встречается именитая Паула Ронг, номер 135, из Великобритании, с Юлией Добровольской, номер 134, для свидетельницей Кыргызстана. Паула в своей обычной манере ведет эту схватку, легко двигается, атакует, контратакует, уходит от ударов, видит все движения и разгадывает возможные атаки своей соперницы. Наносит удар лоу-кик и Майя Герри в корпус. Вот, вот этот удар оценивается судьями на Япон чистую победу. что одерживает в этом бою опытная Паула. Майя Герри в корпус. Майя Герри в корпус. Короткое совещание врачей и судейской бригады. А на татаме вышли тяжеловесы. Первая пара четвертьфинала у мужчин в тяжелой весовой категории. Третий номер Алим Дадуев, Россия, и 146 номер Гела Гелашвили, Грузия. Алим Дадуев начал схватку с удара Арошика Катагери, двигается вокруг своего противника, не дает тому подготовить атаку, сам при этом наносит ощутимые удары ногами в средний уровень и в бедра Гелашвили. В результате технического преимущества и по решению судей Алим Дадуев назван победителем в этой схватке. Вторая пара участников. На татаме выходит двухметровый гигант из России Яков Забнин. Он выступает под первым номером. Он встречается с Дмитрием Алихновичем 17 номер Беларусь. Очень спокоен, сдержан Яков, хорошо скрывает свое внутреннее напряжение и чувство ответственности. Его оппонент Дмитрий Алихнович возглавляет национальную организацию каратэ Кио Кусинкай. Дмитрию тяжело вести поединок с Рослым Яковом Забниным. К тому же Забнин обладает мощнейшими ударами руками и ногами. Он продемонстрировал это в предыдущих поединках, сразив японского спортсмена. И вот сейчас он проводит разведку боем и готовит один из своих пожалуй нокаутирующих коронных ударов Хиза Гери Маваши Гери в средний уровень Удар Маваши Гери в верхний уровень и удар коленом Дмитрий поднимает руку Пол очка Вазари за эту технику получает Яков Забнин Сейчас ему остается закрепить успех и может быть досрочно завершить этот бой Боец в зеленом поясе с красной повязкой Апаев из России в атаке Сильнейшие удары руками Очень мощный удар в грудь и Олегнович даже не смог скрыть насколько силен был этот удар Еще один прямой удар рукой в грудь и Олегнович падает на татами Правда оценку судей не дают Постоянно атакует Забнин Удар за ударом не прекращает наносить удары руками ногами меняет уровни Да, нелегко Олегновичу Яков ведет в этом бою у него пол очка в азаре Поединок закончился победой Якова Забнина Третья пара участников весовой категории свыше 80 кг 23 номер Василий Стручков из Латвии и 27 номер Олег Доценко из Украины он представляет русская кемпа Спортсмены примерно одного роста и видимо примерно одного веса Вы уже наверное заметили что некоторые спортсмены хорошо очень легко как бабочки двигаются на площадке например Паула Лонг Яков Забнин Олег Флорин Здесь мы видим более статичных бойцов Они отдают предпочтение обмену ударами не особо заботясь об обороне Победу в этом бою по решению судей одержал Василий Стручков Латвия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Взвешивание показало, что спортсменки примерно равны по весу, и дано второе дополнительное время. Бямба-Маа хорошо разрывает дистанцию, уходит от ударов в Кандаросе, контратакует, однако в ходе всего боя Гитта была более активной и разнообразной в технике. Взвешивание чемпионки мира меняло уровни атаки руками и ногами, и судьи отдали ей свои голоса. Она стала финалисткой. В весовой категории свыше 60 килограмм встречается Татьяна Грязнова, 15 номер, Россия, и Хелена Петит, 136 номер, из Великобритании. Грязнова проводит удары руками и ногами в корпус, удар ногой в голову Муваши Гири и Йодом, но недостаточно сильно, чтобы он был оценен судьями. Буквально громит защиту Хелены Петит Татьяна Грязнова, в который раз уже выводит ее на край площадки, но Хелена хорошо видит татами, двигается и вновь занимает центр площадки. Напор Грязновой настолько силен, а преимущество настолько явно, что судям уже ничего не остается, как признать ее преимущество в этом бою и отдать предпочтение Татьяне Грязновой. Она выходит в финал. Полуфинальный поединок между Паулой Лонг, Великобритания, и Валерией Чураковой, Россия. Валерия заметно крупнее своей соперницы, она начинает бой с атаки. Паула встречает Чуракову ударами Майя Гири в корпус. Валерия в основном атакует руками. Это и понятно, так как она тяжелее Паулу Лонг, и чтобы выдержать темп атаки, предпочтение она отдает рукам. И все-таки опыт Паулы Лонг позволяет ей вести свой бой. Она буквально крутится вокруг соперницы, уходит из линии атак, затрудняя тем самым подготовку к следующей серии ударов Валерии Чураковой. Сама контролирует ситуацию и контратакует. Удары ее более точны и результативны. После четырех минут боя взвешивание. Разница в весе спортсменок почти 14 килограмм. Победа отдана более легкой Пауле Лонг. Бойцам-мужчинам по правилам соревнований каратэ-кио-гусинка необходимо пройти тест по тамасивари, разбиванию досок. Согласно требованиям, доски должны быть изготовлены из хвойных пород деревьев размерами 30 на 20 сантиметров и толщиной 2,5 сантиметра. Тамасивари производится из четырех положений. Цуки – кулаком. Шито – ребром ладоней. Хиджи или эмпи – локтем. И какато – пяткой. Тамасивари – очень зрелищная дисциплина в кёкусинка. Да и зрители начинают реально оценивать силу наносимых спортсменами ударов. Результаты тамасивари будут учитываться в ходе оценки боёв. Если после взвешивания бойцы будут иметь примерно равный вес, победителем станет тот, кто сломал больше досок во время тамасивари. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было заказано и вместо возобнена. Полуфинал мужчин. Вес до 70 килограмм встречается Марсель Муракаев и Акбалат Апаев, оба из России. Этот поединок сложен не только тем, что психологически трудно спортсменам из одной команды встретиться в бою, но ещё и тем, что они знают технику и манеру ведения боя друг друга досконально. Ни один час совместных тренировок и спаррингов у них за плечами. Такие бои, пожалуй, лучше смотреть, комментировать их сложно. Это уже бои мастеров высокого класса. Заработать пол очка в Азаре или одну очку, чистую победу Япон, в таком бою практически невозможно. Спортсмены настраивались на этот поединок очень долго, тщательно. И они знают цену этому бою. Класс, молодец, отлично, вот так. Хорошо, отлично, пошёл, пошёл. Хорошо. 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 Вот он. Бей, 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 бей. Хорошо, класс. Хорошо. Не хватай. Муракаев. В атаке заканчивается это время. По решению судей победа в этом бою отдана Марселю Муракаеву. Второй полуфинальный бой встречается Олег Флорин и Илья Волков. Олег Флорин девятый номер, представитель России, Илья Волков из Украины восемьдесят пятый номер. Обоих спортсменов мы хорошо помним и знаем по предыдущим боям. Интересно какой у них сейчас выйдет полуфинал. Кто из этих спортсменов станет финалистом. Пока более активно и результативно атакует Флорин. Он практически не отпускает Волкова на безопасное расстояние, держит на выгодной для себя дистанции и атакует, атакует, атакует. Менеет уровни, смена атаки руками и ногами происходит и очень грамотно работает фактически. Пока явное преимущество за Флорином. Судей ненадушны, четыре боковых судьи и рефери на татами присудили победу Олегу Флорину. Он в финале чемпионата мира. Полуфинального боя в весовой категории до 80 килограмм не было, так как Андрей Белоконь из России был снят врачами, а Андрия Шпрехер из Швейцарии вышел в финал. Полуфинальный бой средневесов. Встречается Тимми Уорден, Великобритания, и Кен Фитцпатрик, Ирландия. Тоже нелегкий поединок ждет этих спортсменов, так как и Тимми, и Кен обычно выступают за сборную Великобритании, знают друг друга. Не раз встречались на татами. Но Тимми Уорден раньше выступал в легком весе, а сейчас борется в средневесовой категории. Фитцпатрик выше ростом и заметно крупнее Тимми Уордена, поэтому шанс выиграть по взвешиванию у Уордена. Но до взвешивания нужно выстоять еще 4 минуты. Кен Фитцпатрик понимает это, понимает, что до весов доводить нельзя, и готовит атаку. Кен пытается нанести удары руками Ши Тацуки и Хизагери коленом в голову. Допускает досадную ошибку и в запале атаки случайно наносит удар рукой в голову. В полуфинале это может иметь серьезные последствия. Взвешивания избежать все-таки не удалось. Легче Тимми Уорден он и назван победителем в этом бою. Тяжелая весовая категория встречается Феликс Умку Маза, Великобритания, 144 номер 2, Алим Дадуев, Россия, номер 3. Алим Дадуев активно начал бой. Феликс несколько растерян. Он ведет поединок не в своей обычной манере. Или он уже устал за время предыдущих боев. Напомню, что ему 32 года. Дадуеву 18 лет. Он полон энергии и желания победить в этом бою. Более спокойным и сосредоточенным выглядит Дадуев. Он реально оценивает своего соперника. Его удары достигают цели. Алим четко контролирует дистанцию. Сейчас Матумаза провел хороший удар лоу-кик в левое бедро Дадуеву. Но Алим тут же отыгрывает серии ударов в корпус. Рефери на татами Эдуард Габатуллер в Швейцарии. Четыре минуты боя прошли в ничью. А по результатам взвешивания победа присуждена более легкому Алиму Дадуеву. Вторая пара полуфиналистов тяжелой весовой категории. Яков Собнин, номер один, Россия. И Василий Стручков, 23-й номер, Латвия. Яков атакует ударом Хидзагири в голову Василия Стручкова. И за эту технику получает в Азари пол очка. Яков ведет в этом бою. Василий Стручков старается сблизиться, выйти на удобную для него дистанцию. Зобнин атакует ногами, меняя уровни ударов. Еще раз пытается провести удар ногой в голову Хидзагири. Да, достается Василию. Но надо отдать ему должное. Стоит боец под такими мощными ударами. Латвийский спортсмен сближается на безопасное расстояние. И пытается контратаковать руками Якова Зобнина. К сожалению, Зобнину не удается закрепить свой успех. Получить еще пол очка. Но все равно по окончании двух минут боя победителем назван Яков Зобнин. Яков Зобнин. Яков Зобнин. Яков Зобнин. Яков Зобнин. Субтитры подогнал «Симон» 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 Россиянка Зухра Курбанова Гитта Кондороси, Великобритания Эти спортсменки встречаются в финальном бою за первое-второе место В предыдущих боях мы достаточно рассказали и о Зухре, и о Гитте Спортсменки активно начали бой Они понимают, что победа в этом бою несет за собой чемпионское звание Зухра напориста, жестко бьет руками в корпус Гитта контратакует, ни сантиметр площадке не уступает Надо отметить, что обе девушки обладают незаурядными бойцовскими качествами Зухра непрерывно бьет руками в корпус Гитта пытается контратаковать ногами Очень напряженный, очень плотный обмен ударами ведут спортсменки Курбанов в падении выполняет свой коронный удар у Ширы Налаши Герии в верхний уровень И попадает в голову Кондороси Но недостаточно сильно, чтобы эту технику оценили судьи Замечание за захваты получает Гитта Кондороси Еще одно предупреждение получила Кондороси за захват противника руками Закончилось время поединка И судьи признали в этом бою лучшей Зухру Курбанову Она стала чемпионкой мира в легком весе среди женщин На чемпионате мира по карате Кёпусинкай Решение на пути Войди и вели вели в бою Именно наступающихся на вас Созданная бодроградия Войди вели 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 Субтитры создавал DimaTorzok Золотого призера чемпионата мира звучит гимн страны-победительницы! Валерия Чуракова Эти спортсменки встречаются в финальном поединке в весовой категории свыше 60 кг в борьбе за третье место. Валерия Чуракова активно начинает поединок, прессиндует свою соперницу, атаками теснит Хелену Петит к краю татами, но Петит прекрасно видит площадку и занимает центр ковра. Заметно тяжелее Валера Чуракова, поэтому понятно ее желание заработать оценку до взвешивания. Петит это понимает и поэтому выбирает позиционную борьбу с контратаками. Ее задача отстоять 4 минуты. Но Валерия Чуракова, находясь в постоянной атаке, имеет явное преимущество. Она связывает руки и ноги Хелены Петит своими ударами. Спортсменка из Великобритании практически ничего не успевает ответить. Преимущество Валерии Чураковой было настолько явным, что судьи сочли возможным отдать ей победу в этом бою. Татьяна Грязнова, Россия. Паула Лонг, Великобритания. Эти спортсменки встречаются в финальном бою за первое место. Очень грамотно ведет поединок Паула Лонг. Девушки обмениваются ударами ногами. Паула прекрасно двигается по татами. Ей удается сохранить свою манеру ведения боя. Свой стиль. Нагрузка понятна. Кроме физической нагрузки, на девушек ложится и большая психологическая нагрузка. Это финал. Одна из них завоюет титул чемпионки мира в весовой категории свыше 60 килограмм. В весе свыше 60 килограмм. В дополнительном времени Паула уже не так легко двигается. Идет на обмен ударами с Татьяной. Но при этом выглядит несколько активнее. После четырехминутного равного поединка по правилам соревнований девушки должны встать на весы и пройти взвешивание. Взвешивание показало, что Паула Лонг почти на 8 килограмм легче Татьяны Грязновой. Чемпионкой мира в весе свыше 60 килограмм стала Паула Лонг. Великобритания. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Акбалат проводит... Удары руками и ногами... Сейчас он атакует Илью Волкова ударами лоу-кик... Волков контратакует ногами голову... Сейчас Акбалат провел удар Маваши Гери и попал в руку Илье Волкову... Тот не смог скрыть от судей, что удар достиг цели... И в Азаре пол очка получает Акбалат Апаев за эту технику... С удара Ароша Коката Гери начинает следующий эпизод поединка Апаев... Илья хорошо двигается, контратакует, но его удары не достигают цели... Апаев ведет в этом бою и преимущество, скорее всего, не отдаст... Победу в этом бою одерживает россиянин Акбалат Апаев... Бронзовый призер чемпионата мира весовой категории до 70 килограмм... Марсель Муракая и Олег Флорин... Два российских бойца встречаются в борьбе за первое и второе место... Весовая категория до 70 килограмм... Эти спортсмены будут бороться за первое место и звание чемпиона мира... В легком весе по карате Киокусинкай... Муракаев он пониже ростом... Спортсмены демонстрируют филигранную технику... Высочайший бойцовский дух, волю к победе... И, конечно же, блестящую физическую и функциональную подготовку... 長янский Partner Основное время поединка прошло в равной борьбе и закончилась ничью... Дополнительное время прошло с преимуществом Олега Флорина. Он работает первым номером, ни одного шанса не упускает, чтобы нанести удар с любой дистанции. Марсель только успевает иногда нанести удар лоу-кик и коленями разорвать дистанцию. Явно активнее выглядел Олег Флорин в дополнительном времени. Закончились четыре минуты боя и сейчас решение судей. Три боковых судей и рефери на татами отдали свои голоса в пользу Олега Флорина. Он чемпион мира в легкой весовой категории по каратэкио-пусинкай среди мужчин. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кен Фитцпатрик, Ирландия. Без боя получает титул бронзового призера, так как Андрей Белоконь, Россия, был снят врачами с соревнований. Андреас Шпрехер в Швейцарии и Тимми Уорден в Великобритании встречаются в финальном бою за первое-второе место. Бой за первое место в средней весовой категории между Тимми Уорденом и Андреасом Шпрехером обещает быть весьма интересным. Уордену достаточно отстоять 4 минуты и наверняка он выиграет по весу. Согласно протоколу взвешивания разница в них весит 5 килограмм в пользу Уордена. Но Тимми избирает атакующую манеру ведения боя и добивается успеха. Атакует ударом лоу-кик Андреаса Шпрехера и еще раз атакует в левое бедро. Удар лоу-кик приносит ему чистую победу в финальном бою над швейцарцем Андреасом Шпрехером. И Тимми Уорден чемпион мира в среднем весе по карате Киукусинкай среди мужчин. И победу в звании чемпиона мира в среднем весе на первом чемпионате мира международной федерации карате получает Тимми Уорден, Великобритания. Тимми Уорден, Великобритания, Великобритания. Ну что ж, в этой весовой категории... Тимми Уорден, Великобритания. Тимми Уорден, Великобритания. Тимми Уорден, Великобритания. И Василий Стручков, Латвия, встретятся в финальном бою за третье место. Феликс Натумаза еще до чемпионата мира рассматривался как один из реальных претендентов на призовое место в чемпионате мира. И вот он в финале правда борется лишь за третье место. Василий Стручков заметно и ниже, и легче своего соперника, но это не мешает ему достаточно активно атаковать и контратаковать Феликса. Понятно, что более тяжелый Натумаза имеет преимущество в атаках. Он теснит Василия к краю площадки. Тяжело дается этот бой Феликсу Натумаза. Он очень вспотел, устал физически, несколько не собран. Латвийский спортсмен хорошо держит удары и закончилось время поединка. Дополнительное время проходит также без оценок. А по результатам взвешивания Василий Стручков признан победителем в этом бою, так как он намного легче своего противника. Алим Дадуев, Россия. И Яков Забнин, Россия, встречается в финальном поединке за первое место. Самый ответственный бой у тяжеловесов. Встречаются два российских спортсмена. Яков Забнин, он выше ростом. Два метра шесть сантиметров его рост. И Алим Дадуев. Он ниже ростом, в зеленом поясе. Активными атаками, ногами, начинает этот поединок Алим. Надо сказать, что ему тяжело вести бой с Яковом. Он знает, насколько силен и быстр в своих ударах, в своих атаках Яков. Они стояли, как спарринг-партнеры в предыдущих тренировках, в предыдущих боях. Поэтому Алим знает всю мощь атак Якова Забнина. Но у Дадуева завидный бойцовский характер. Он стоит под ударами Забнина и контратакует ногами. Несмотря на весьма приличный вес спортсменов, а весят, напомню, бойцы более 80 килограмм. Обратите внимание, насколько быстрые удары ногами и руками наносят бойцы. Рефери на татами Эдуард Габбатуллер из Швейцарии. Сменяет удары руками и ногами Яков Забнин. Активнее выглядит сейчас на площадке. И понятно, Алиму очень тяжело вести этот бой. Он ниже ростом. Поэтому в средней дистанции, особенно на большой дистанции, Яков имеет заметное преимущество. Надо сказать, что и в ближнем бою он очень эффективно наносит удары коленями и руками. Дадуев разрывает дистанцию. Яков пытается сорвать ритм поединка. Останавливает Якова. Так закончилось основное время. Явно преимущество было на стороне Забнина. Да, и судьи единогласно отдали победу в этом поединке Якову Забнину. Он и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Он стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Рай-рай-рай-рай. Рай-рай-рай. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Итак, пришло время назвать чемпионов и призеров первого московского чемпионата мира Международной Федерации карате. Добро пожаловать в Казахстан! 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 завершаются сайонарой сайонара прощание сайонарой сайонарой сайонарой, но из-за кастарства! Сайонаро пати – это добрая память о соревнованиях, которые прошли в Москве. Я поздравляю всех русских и всех русских чемпионов. Настоящий спортсмен никогда не удовлетворен результатом схватки. Особенно, когда он проигрывает. Но это было здорово. Мы делали ошибки, но все было здорово. Все было замечательно. Вообще, участие в международных соревнованиях – это здорово. Организация была великолепна. Здесь собралось много людей, которые никогда раньше не видели друг друга. Все они встретились первый раз. Чемпионат отлично организован, бои были зрелищными и очень техничными. Это очень удачный чемпионат, как с точки зрения организации, так и уровня спортсменов. Русские были очень сильны, но мне кажется, что победить должна была Мария. Это было хорошо. Бойцы выложились на полную катушку. Это было отличное зрелище. Конечно, мы могли бы выступить и лучше, но наши противники были явно хороши. Да, но это только маленькая такая ступенечка пока. Нам дальше надо идти. Мы же идущие к Солнцу. До этих пор только Русская Федерация могла это сделать, потому что она самая крупная в нашей Федерации. Русская Федерация 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 Продолжение следует...